Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами приступаем к большому и емкому циклу передач, посвященных рассмотрению нетрадиционных культов. Я хотел бы рекомендовать вам, поскольку материал чрезвычайно сложен, и малодоступен, рекомендовать вам определенный круг литературы, который вы можете воспользоваться, если вас заинтересует более глубокое и подробное ознакомление с этим материалом. Итак, по нетрадиционным культам, надо сказать, материала не так уж много. Особенно материала такого учебного плана. Больше вы можете найти всякого рода популярные брошюры. Среди таких источников, которые более или менее системно излагают проблемы нетрадиционных культов, является книга Александра Дворкина «Сектоведение» под заголовок «Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования». Эта книга издана в Нижнем Новгороде в 2003 году, кстати, уже третьем издании. Дворкин – это ведущий специалист в Московской патриархии по борьбе с тоталитарными и деструктивными сектами. Кроме того, он возглавляет кафедру сектоведения в Свято-Тихоновском православном богословском институте. Далее. «Карнацевич. Пятьдесят знаменитых сект». Издание «Харьков. 2004 год». «Кривельская. Секта. Угроза и поиск защиты». Издана несколько лет назад в Москве фондом «Благовест». Далее. Неплохое издание такого аналитического и демонстрационного характера «Неокульты. Новые религии века». «Новые религии века». Издана в Минске в 2002 году. Большим подспорьем для вас может послужить также и литература справочного характера. Среди справочников заслуживают внимания, на мой взгляд, такие, как «Новое религиозное объединение России деструктивного и оккультного характера». Издана в Белгороде. Причем также несколькими изданиями. Последняя вышла в 2002 году. Под эгидой миссионерского отдела Московского патриархата Русской Православной Церкви. Есть еще один справочник с похожим названием «Новая религиозная организация России. Деструктивного, оккультного и неоязыческого характера». Этот справочник вышел в восьми томах в 2001-2003 году. Составителем его является Куликов. Далее. Интересным выступает опыт составления словаря. Он называется «Христианские ереси и секты 1-21 веков». Автор Таевский. Издан в Москве в 2003 году. Наконец, литература, раскрывающая более подробно и популярно технологию вербовки и совращения людей в тоталитарные секты. А также литература, посвященная тому, как, в общем-то, не попасться в эти сети. В частности, Осипов. Тоталитарные секты технологии обмана. Издана в Минске в 2004 году. Издательством белорусского экзорхата Русской Православной Церкви. Ну и, конечно же, Прозоров. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной секты. Санкт-Петербург, 2000 год. Переходим к нашей сегодняшней теме. Первый наш разговор будет посвящен современной религиозной ситуации в России и в мире. Сегодня мы с вами поговорим о причинах активизации нетрадиционных культов. Об агрессивном и противоправном их характере. Наконец, о некоторых юридических вопросах противодействия этим культам. Итак, начинаем наш разговор. Как вы видите, религиозная ситуация в мире весьма и весьма сложна и пестра. Многообразна. Чрезвычайно много различных религиозных конфессий, направлений, течений, групп, объединений, организаций и тому подобное. Они могут разделяться как на известные нам уже хорошо традиционного плана, так и на малоизвестные, нетрадиционного плана. Каковы же тенденции, которые характеризуют современную религиозную ситуацию в России? Это прежде всего рост количества религиозных объединений, поскольку закон Российской Федерации от 1990 года освободил религиозные организации от государственной опеки. Обеспечил право граждан на свободное изъявление своих религиозных чувств, на распространение своих взглядов и убеждений. То есть за все годы существования Российского государства, по крайней мере до того, свобода вероисповедания стала объективной реальностью. Вместе с тем, эта свобода породила и некоторые сложности. Ну вот, другой тенденцией является изменение конфессионального состава. Далее, активизация межрадных организаций и миссионеров. Обострение противостояния между традиционными конфессиями и религиями, пришедшими из-за рубежа. Эксплуатация коммерческими организациями авторитета религиозных объединений. Поговорим о некоторых из этих тенденций более подробно. Более подробно. Итак, рост количества религиозных объединений в России. Вот на данной таблице мы с вами видим, что общее количество этих объединений растет год от года. Скажем, вот за последние 10 лет общее количество, как мы видим, выросло более чем в три раза. Более чем в три раза. Ну, если мы будем смотреть по конфессиям, то увидим, что православные объединения составляют почти 11,5 миллионов. Католические, скажем, 258. Протестантские почти 4 тысячи. Мусульманские 3 тысячи. Оказывается, протестантов у нас больше, чем мусульман в объединениях, по крайней мере. А по численности они, конечно, там различаются в другую, в обратную сторону. Буддистские 193, иудаистские 197 и, наконец, нетрадиционные религиозные объединения. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что рост, как мы видим, составил от 11 таких объединений в 90-м году до более 500, уже ближе к 600 объединениям в 2001 году. Сейчас их, конечно, больше. Данные только у нас пока точных нет. Но мы об этом поговорим с вами несколько позже. Но а численность приверженцев также оценивается, как вы видите, от 700 тысяч до миллиона нетрадиционных культов. Численность адептов, имеется в виду. Хотелось бы сказать, что другой тенденцией выступает изменение конфессионального состава. Конфессионального состава. Причем, если православные конфессии колеблются примерно на одном уровне, видите, от 57 до 56,5 процентов, то, да, и то католики обеспечивают рост. Протестанты, наоборот, сокращаются в процентном отношении. Небольшой рост имеют мусульмане, иудеи. А вот приверженцы нетрадиционных культов сильно выросли в процентном отношении. Как вы видите, почти в 10 или даже в 15 раз. От 0,2 процентов до 2,8 процентов в наши дни. Это серьезная цифра, которая заставляет задумываться. Итак, мы с вами должны выяснить, почему и в силу чего активизируются международные организации и миссионеры, которые попадают все больше и больше к нам в страну. Это, прежде всего, увеличение их численности, то есть этих проповедников. Далее, они стремятся к тому, чтобы собирать информацию о религиозной обстановке в стране. Но этот сбор ведется весьма и весьма энергично. Так, скажем, представитель Кестонского института в России Лоренс Юзелл, проявляющий недюжинные способности в аккумулировании информации и не пропускающий ни одного мероприятия, где можно получить сведения о религии в России, активно разъезжает по странам СНГ и Балтии. Он устроил пресс-конференцию в Конгрессе Соединенных Штатов на тему «Религиозная свобода в России». То есть собрал информацию и там, пожалуйста, выступает. Начал с сенсационного заявления. Россияне на сегодняшний день обладают меньшей религиозной свободой, чем 3-4 года назад. А затем обрушился с нападками на наших граждан, на руководителей нашей страны. Далее. Эти миссионеры внедряются в наши общественные организации, то есть в нашу общественную жизнь. И надо сказать, что особенно в жизнь политическую, стремясь пробраться прежде всего в политические властные структуры. Далее. Внедрение в систему и сферу образования. Целый ряд государственных учебных заведений, как средних, так и высших, оказался открытым для миссионерства и прозелитизма. Сбой в светском характере образования и обучения, доступность государственной школы для миссионеров различного толка, особенно тех, кто подкрепляет свою деятельность материальным кладом, объясняются не только напористостью той или иной религиозной организации, но и благодушием органов государственного образования. Надо сказать, что чрезвычайно часто адреса, на которых собираются адепты того или иного нетрадиционного культа, это адреса наших учебных заведений, школ, техникумов, вузов. Однако, несмотря на заверения в обратном, МИН, образование, эти миссионерские мероприятия продолжаются такими ассоциациями, как «Новая жизнь», «Комиссион», «Церковь объединения», «Церковь саентологии» и многие другие. И многие другие. Далее. Наконец, активность международных организаций и миссионеров связана с неопределенностью их правового положения. Потому что вызывает больше всего споров статья 13-я российского закона о религиозных объединениях. Сейчас, по неполным данным, представительства вот этих вот иностранных религиозных организаций в России более 400. Но лишь десятая часть из них прошла регистрацию в органах юстиции. В органах юстиции. Ну, разумеется, как относятся к нетрадиционным культам наши граждане, наше общество? Большей частью, и это не может не радовать, отличаются, конечно, не относятся, конечно, негативно. Например, со стороны Русской Православной Церкви. Русской Православной Церкви. И это вполне понятно. Архиерейский собор Русской Православной Церкви еще в 1998 году выражал тревогу по поводу действий протестантских лжемиссионеров, приводящих к разрушению национальной духовной культуры. Далее. Негативно относятся к этим неокультам и российские мусульмане. Конфронтация в мусульманских регионах порой принимает весьма жесткие формы. Мусульманские авторитеты Дагестана, например, резко отрицательно относятся к такой деятельности, скажем, течения ваххабизма, несвойственного последователям ислама на Северном Кавказе. Дело доходит до выяснения отношений и защиты традиционных религиозных воззрений даже с применением силы. Наконец, протестанты также недовольны те, которые уже традиционно в России проживают и действуют уже на протяжении многих десятков, а то и сотен лет, которые вписались в нашу российскую действительность. Адвентисты, баптисты, пятидесятники, литеране, занимающиеся евангелизацией в России более четырех веков и другие деноминации, также выступают против основная масса россиян. Основная масса россиян. Они выражают свою озабоченность и беспокойство вот этим агрессивным поведением лжемиссионеров. Ну, скажем, некоторые данные социологических опросов. Например, в газете «Куранты» более половины москвичей негативно оценивают заметную активизацию в России разного рода иностранных религиозных сект, считая, что их деятельность должна быть запрещена. По данным экспертов миссионерского отдела РПЦ, то есть Русской Православной Церкви, не менее трех четвертей населения негативно оценивают деятельность ряда деструктивных организаций. Но в некоторых регионах этот процент еще выше. Еще выше. Ну, разумеется, мы в этой связи можем говорить о некоем религиозном экспансионизме, которое испытывает на настоящем этапе развития, сложном этапе развития, наша страна. В ряде регионов удельный вес конфессии и динаминаций, ранее не имевших последователей в нашей стране, составляет до 50% от общего числа действующих там религиозных объединений. Особенно тревожная ситуация сложилась в стратегически важных для России регионах в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в частности Хабаровский, Приморский, Красноярский края, Амурское, Сахалинское, другие области. Есть данные, что в этих регионах зарубежные миссионеры, кроме всего прочего, занимаются сбором информации, имеющие отношение к вопросам обороны и безопасности России и многое другое. Что же это такое религиозный экспансионизм? Это как проявление идейной духовно-культурной инфильтрации, то есть просачивания. Это форма расширения сферы влияния, действующих главным образом на Западе, различных религиозных и псевдо-религиозных организаций, за которыми стоят определенные политические и финансово-экономические силы. Какие же объекты выбрали для своего разрушительного действия вот эти неокульты, представители этих нетрадиционных объединений? Прежде всего, это классическая наука. Классическая наука. Далее. Это исторически существующие в стране религии, в частности, православие, ислам, буддизм и ряд других конфессий. Далее. Это, наконец, система нашей российской традиционной нравственности. Российской традиционной нравственности. Разумеется, мы должны с вами выяснить, почему же так активны нетрадиционные культы во всем мире и в нашей стране в том числе. И здесь мы наблюдаем следующие причины. Как представляется, это прежде всего геополитические и идейные посягательства на национальную целостность страны. И эта мысль приходит в голову после, особенно, тех событий, которые разворачивались и на Кавказе, после тех событий, которые, мы знаем, происходили в Грузии, наконец, совершенно недавно на Украине. На Украине. Далее. Это информационно-психологическое воздействие на человека. Информационно-психологическое воздействие на человека. Я хотел бы сказать, что это воздействие поддерживается руководством различных зарубежных стран, Соединенных Штатов в частности. Оно направлено на обычных граждан, на население, на личный состав вооруженных сил, а также другие категории. Ну, в сущности, мы можем ввести разговор даже о некой информационно-психологической войне. Информационно-психологической войне. И вот эти проблемы мы затрагиваем не случайно. И прежде всего в связи с наличием активных контактов некоторых деструктивных религиозных организаций, которые осели в нашей стране, с зарубежными филиалами и объединениями. Но, в частности, можно упомянуть имеющиеся связи церкви объединения достопочтенного Муна с южнокорейской разведкой. Несколько лет назад в средствах массовой информации был опубликован доклад Федеральной службы контрразведки, где отмечалось участие церкви в саентологии, в частности в сборе разведывательной информации на территории России. Потом ведь информационно-психологическое воздействие связано еще и с возможностью превращения наших граждан в своего рода биороботов, запрограммированных на беспрекословное выполнение любых приказов своего руководства, фанатично ему преданных и готовых отдать жизнь во имя достижения целей культа. Вполне понятно, что это достигается разрушением сознания людей, о чем мы поговорим с вами на последующих встречах. Но любопытно также, что нетрадиционные культы имеют основание активизировать свою деятельность даже при поддержке представителями государственной власти России. Вот уж причина, которая, несомненно, не пришла бы в голову никому. Однако это в действительности так. Еще в начале 90-х годов, каких-то 10 лет назад, церковь саентологии, нами упомянутая, прилагала чрезвычайные усилия для проникновения в высшие политические эшелоны власти страны. Экземпляры главной книги Хаббарда «Дионетика» были разосланы Руслану Хасбулатову и 72 депутатам Верховного Совета. Тогдашний вице-президент России Рудской украсил свое интервью в литературной газете обширными цитатами из этой книги. Ее презентация прошла шумно в Государственном Кремлевском дворце. Однако самый большой энтузиазм по поводу саентологии проявил руководство факультета журналистики старейшего вуза страны, МГУ. Его декан, нами, чрезвычайно уважаемый человек, Есен Засурский, вошел в историю, пожаловав Хаббарду звание доктора посмертно за значительное достижение в литературе и философию, и за выдающуюся гуманитарную деятельность. Эту эстафету подхватил Институт мировой литературы. Высокие чины даровали пророку звание почетного профессора, опять же, многострадальной русской литературы. А, допустим, бывший мэр Собчат в Санкт-Петербурге передал секте свидетелей Иеговы большой участок земли в престижном районе города. Например, в Перми выпущен информационный бюллетень «Мой город» с подачи последовательницы секты Брахма Кумарис, которая является женой главы администрации города. Высокопоставленному представителю церкви той же саентологии вручались символические ключи от Перми и многое другое. И многое другое. Наконец, много написано о поддержке секты Аум-Синрикё со стороны отдельных российских правительственных чиновников. Лобова, того же Хасбулатова, Хасбулатова, Рудского, Баранникова и так далее. Но еще впечатляющие примеры мы видим на периферии в других регионах. Тольятти стал первым и пока единственным в мире городом законодательная власть, в котором возглавляется пришедшим представителем Сахаджа-йоги нетрадиционного культа. Это 28-летний Юрий Александров. Он стал председателем комиссии и какой? По молодежной политике городской думы. Наконец, Михаил Сергеевич Горбачев дал свет многим нетрадиционным культам. Ну, по различным, наверное, причинам. Привечал в Кремле Читу Мунов. Встречался с руководителем других культов. Шричин Моем, Нермалой Шривастой и многими другими. И многими другими. Наконец, мы имеем и другую, и такую причину, как противодействие религиозной, деструктивной деятельности за рубежом. Там противодействуют у нас не очень. Поэтому они все бегут со своими спасительными проповедями, якобы спасительными, в нашу страну. Ну, в частности, в законодательстве многих стран мы находим положение о том, что та или иная церковь признается господствующей. Скажем это, в Греции, в Ирландии, в Дании, в Египте, и Ордании, в той же Литве, в Конституции Германии, Испании и тому подобное. Не боятся за рубежом прибегать и к силовым мерам, к тем религиозным объединениям, которые угрожают безопасности общества. Этим, например, отличается Великобритания. Какие же факторы служат распространению нетрадиционных культов в нашей стране? Каковы масштабы этого распространения? Итак, среди факторов мы можем с вами упомянуть глобальный кризис, переживаемый человечеством по многим сферам общественной жизни. Глубокий системный кризис нашего российского общества, связанный со сменой социально-экономического строя. И это не может не заставить задуматься над будущим Родины. Далее. Тот глубокий кризис, который охватил мировые религии, христианство в частности, продолжается раскол даже в православии между русской православной церковью и русской православной церковью за рубежом. Они пытаются найти общий язык, но так и не могут. Наконец, экспансионизм и агрессивность этих самых новых религий. И это заставляет нас проявлять беспокойство. Кроме того, эта агрессивность, эта наступательность неокультов, естественно, была бы невозможной без международной финансовой поддержки. Она чрезвычайно значительно дорогие друзья, каковы масштабы распространения этих нетрадиционных религиозных культов. Надо сказать, что период наибольшей активности зарубежных миссионеров пришелся на первое десятилетие после распада Советского Союза. Миссионеры из Западной Германии, Соединенных Штатов, Финляндии, Южной, Кореи, Японии, Индии и других стран буквально наводнили территорию нашей страны. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в стране только без официальной регистрации функционирует от 150 до 200 различных новых религиозных объединений. Однако реальное количество их гораздо больше. это реальное количество оценивается от двух до двух с половиной тысяч на территории России. Две с половиной тысячи. Списки предоставлялись в Министерство юстиции, в Миссионерский отдел Русской Православной Церкви. Подсчет велся по принципу одна конкретная секта в одном конкретном населенном пункте. При этом если в данном населенном пункте действовали две общины одной и той же секты, то учитывалась одна из них. Разумеется, более половины из этого количества низовые структуры, десятка крупных сект. Для небольшого сравнения, в Соединенных Штатах количество деструктивных сект около трех тысяч, в Италии четыреста, в Великобритании две тысячи, в Бразилии более четырех тысяч, в Дании триста, в Бельгии сто пятьдесят, во Франции восемьсот. Приблизительная оценка общего количества приверженцев этих деструктивных культов в России дает разброс от семисот тысяч до одного миллиона, включая членов мелких оккультных групп. Однако в средствах массовой информации можно встретить и другие цифры. Пять миллионов, неофитов, различных сект. Для сравнения, в Великобритании их двадцать лет назад было свыше четырехсот тысяч. В Италии ныне около шестисот тысяч приверженцев новых религий. Но в одном только Риме двести пятьдесят тысяч. И другое. Конечно, все эти религии заслуживают столь пристального внимания, хотя бы уже потому, что несут на себе аспект криминальности, противоправности в своих действиях, поскольку и не регистрируются, и сам характер их воздействия на человека нарушает закон. И поэтому грешников должно ожидать, если не постановка на какое-то определенное законное место, то, конечно же, наказание. Наказание. Чем обусловлено криминальность международных деструктивных религиозных организаций. Это прежде всего отсутствие внутренних ограничений. Далее. Стремлением их к мировому господству, агрессивностью и наступательностью поведения. Наконец, неразборчивостью в методах и средствах достижения цели. Стремлением создать идеальный, положительный образ своей организации, что, конечно, далеко не так в действительности. Наконец, борьбой с традиционными вероисповеданиями на территории той или иной страны, нашей в частности, враждебностью к традиционной этнокультуре, культуре этой страны, скрытой или явной враждебностью к государству, значительными финансовыми влияниями, влияниями, влияниями из-за рубежа. Наконец, активной деятельностью в поддержку якобы свободы совести. Якобы свободы совести. Маргарет Тэтчер также просила патриарха Московского и всея Руси Алексея Второго в один из своих визитов в Россию, чтобы создать те или иные условия для деятельности зарубежных миссионерских организаций религиозного характера. Однако, наш патриарх оказался на высоте и сказал, что их деятельность во многом противоречит не только закону Российской Федерации, но и совести нашего общества. И совести нашего общества. Противоправность этих культов оценивается по-разному. В частности, она возникает из присущего большинству адептов так называемого синдрома оккультной обремененности, содержащего набор характерных болезненных признаков. Ну, скажем, в сфере духовности. Это отвращение к священным текстам, молитвам, священнодействиям, священнослужителям и обрядовым предметам традиционных религий. Главный ваш враг это священник. Вещают, скажем, представители кришнаизма, например, или саентологи. Склонность к суеверию и тому подобное. Скажем, в сфере душевно-психической это депрессии, отвращение к жизни, склонность к суициду, раздражительность, пассивность, всякого рода мании и галлюцинации. В телесной сфере влечение к сексуальным извращениям, одновременная импотенция, далее неудержимая гиперсексуальность, органические функциональные заболевания психогенного характера и тому подобное. Наконец, противоправность деятельности этих культов во многом сопряжена с нарушением действующего законодательства и конституционных прав граждан хотя бы уже потому, что совершаются преступления на религиозной основе, по религиозным мотивам. При этом чрезвычайно велика так называемая латентность, то есть скрытость в этом виде правонарушений. Несколько лет назад в России было официально зафиксировано лишь 11 случаев создания религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью. Это 96-й год. В 97-м году таких случаев два. В 98-м пять. Однако по официальным статистическим данным невозможно определить, сколько совершается в стране особо тяжких и тяжких преступлений именно по религиозным мотивам. Известными становятся лишь отдельные случаи. Каковы же мы можем предложить меры для упорядочения религиозно-миссионерской деятельности иностранных организаций и их представителей на территории России. Эти меры вытекают прежде всего из того, что идет спор, в котором ищется ответ на вопросы. Каким может быть правовой статус новых религиозных объединений в России? Имеют или не имеют они право наравне с другими религиозными организациями осуществлять свою деятельность по удовлетворению религиозных потребностей своих последователей, заниматься миссионерством и благотворительностью. Надо сказать, что промахи нашего российского законодательства существуют. Существуют определенные закрытые законом щели, в которые пролезают вот нетрадиционные культы различной направленности. На наш взгляд, среди мер, которые могут упорядочить деятельность этих иностранных религиозных объединений и их представителей, могут быть следующие. Прежде всего, это совершенствование законодательных и правовых актов. Далее, разработка общефедеральной программы по изучению вероучений, методов, форм деятельности новых религиозных движений, средств влияния на сознание и психику последователей. Далее, создание банка данных о новых религиозных движениях, организация религиозной просветительской работы среди населения через средства массовой информации, общества, знания и другие общественные структуры. Наконец, подготовка специалистов по новым религиям в системе Российской Академии Наук, вузов, и, конечно, необходимость соответствующей переподготовки, повышение квалификации этих специалистов из органов государственной власти, образования, учреждений культуры и так далее. Наконец, исследование проблем специфики религиозной ситуации и межконфессиональных отношений в специализированных научных учреждениях. Несколько слов также хотелось бы сказать о том, каковы юридические вопросы противодействия деструктивным культам. В России, конечно, как мы с вами убедились, имеются серьезные просчеты и недостатки. законодательство требует совершенствования. Однако, что же мы имеем в качестве правовой основы для того, чтобы построить нормальные отношения с деструктивными культами на территории нашей страны? Это, прежде всего, международные правовые акты. Итак, среди них всеобщая декларация прав человека, декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, если первый документ принят еще в 48-м году, то второй в 1981-м. Далее, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы к ней, принято в 1950-м году, Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, принято в 1995-м году, Резолюция Европейского Парламента принято в 1996-м году, и многие другие международные правовые акты, где есть соответствующие статьи и пункты, связанные с проблемами свободы совести и религии. Наконец, в нашей стране мы должны не только хорошо знать, но и правильно применять следующие правовые акты Российской Федерации. Это Конституция, принятая в 1993-м году, и многие статьи и пункты которой связаны с правами свободы человека и свободой совести. И, наконец, Федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Он принят 26-го сентября 1997-го года. Его номер 125-й. Именно этот закон, признавая особую роль православия в истории России, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народа в России, признает право на свободу совести и свободу вероисповедания. И содержит ряд статей и пунктов, связанных с признанием религиозной организации и ее ликвидации. Наконец, это Конвенция Национальной Безопасности Российской Федерации. На этом я хотел бы с вами закончить сегодняшнюю первую встречу, пожелать вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров Корректор Федерации Федерации